Всем большой привет подписчики и пришедшие на канал. Начинается пара сбора сока. Начало весны, начало апреля и раньше всего начинает двигаться кленовый сок. Для сбора кленового сока вы должны выбрать еще проталины снежные, но он уже начинает течь. Я вам показываю истекание. Сверлится отверстие на высоте примерно полметра от земли перьевым сверлом на 10-12 мм. Шуруповерт с собой. Заряжаете его перьевым и сверлите отверстие. Видите, идет уже истечение сока. Глубина 3 см, не более. В это отверстие нужно запихать, заткнуть фитиль из марли или бинта. Бинт. Вот такой вот фитиль. Отрезаете фитиль сантиметров 20 см, сворачиваете его и пропихиваете в это отверстие, которое просверлили, кончик этого фитиля, на всю глубину. То есть забиваете это отверстие. По этому фитилю будет у вас стекать сок в емкость. В емкость для этого берете бутылку от 3 до 5 литров, желательно, на суточный лимит этого сока. Фитиль опускаете в эту бутылку, чтобы кончик ее свисал. А саму бутылку подвязываете с помощью того же бинта вокруг ствола. Обворачиваете, делаете пару оборотов и подвязываете эту бутылку, чтобы она свисала в нужном месте. Для этого натягиваете и вот так фиксируете бутылку, чтобы она не проворачивалась. Концы связываете. Вот бутылка зафиксирована. И она уже никуда не денется. То есть ее ни ветер не опрокинет, ни человек. Получается вот такая конструкция. То есть в горлышко фитиль он промокает. И в бутылке у вас собирается чистый кленовый сок. Кленовый сок намного слаще, чем березовый. В 5-6 раз. То есть его можно пить как в сыром виде, так и из него выпариванием. Делать кленовые сиропы, которые являются национальным блюдом у тех же канадцев. У них это широко распространен. Сбор кленового сока. У нас в Сибири, я уже собираю тоже третий год. Его технология вот такая. При соответствующем лимите эта бутылка набирается за пару дней. Видите, вот начало капание по фитилю в бутылку. И она у нас надежно подвязана. Сок собирать вам и использовать. Спасибо за внимание.